Не в жестовидеятельстве, а уж почитай отца и мать, это вообще не найдёшь днём с огнём. Вот. Ну ладно, это ясно. Зачем же, что же дальше, если кто справился с этим? А дальше идут девять заповедей блаженства, то есть более сложное. Что такое Ветхий Завет? Это детоводитель ко Христу, педагог, детоводитель с греческого. Вот. Поэтому, если мы будем прыгать сразу туда, у нас не выйдет ничего. И вот что ж я понял три дня назад, чем хочу поделиться главным. – Понимаете, в чём дело? Нам надо понимать очень чётко схему нашего спасения вообще. Вообще очень мало людей идёт в храм или молится, или что-то делает для спасения своей души. Даже спроси у человека, а что это такое спасение, от чего? Он скажет, ну, чтобы дети были здоровы, ну, чтобы там это... Да нет. Господь нам этого не обещал. Спасение от греха, который живёт в каждом из нас. Вот, если мы начинаем думать об этом, что завтра мы умрём все, это будет обязательно не там в Тамбов к тётке съездить, не это, это всё мы планировали к Мамонову заехать, вот он сейчас нас научит всех, как жить, и так далее. Раз, там, машина сломалась, и всё, а смерть будет точно. Вот. И очень важно, не очень важно, а это единственное, есть смысл этой жизни – смерть. потому что ребёночек сидит в утробе 9 месяцев для того, чтобы выйти в жизнь, да? Мы эту жизнь проживаем для того, чтобы выйти в вечность. Вот и всё. Вот и весь смысл. Так как же, как же нам быть? Вот что же такое блаженный нищий духом? Первая заповедь сложная, которую там «не убей, ясно, не убивай, не воруй». Это мы всё уже сделали, как будто бы. Что же такое блаженный нищий духом? Вот что же это такое? Мне никто не мог объяснить толком. Ну, это смирение, ну, это… А что такое смирение? Ну, это вот как же мы, раз мы идём в храм за благодатью, за Духом Святым, должны быть счастливы, то есть блаженны, что у нас этого нет? Что это такое за ерунда, билиберда? Почему я так долго всё говорю, я сейчас раскачиваюсь, вы так приехали? А дело важное очень. С чего же начать строить дом? С котлована. Что же такое котлован? Это увидеть свою греховную немощь, что ты не можешь ничего. Вот в эту заповедь «блаженный нищий духом» для нас, глупеньких, надо было бы добавить одно слово. «Блаженный те, кто понял, что он нищий духом», то есть, что он увидел свою греховную сущность и обижается, и превозносится, и тщеславится, и прознословит, и т.д. Всё, 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 ничего не могу, ничего не могу. Видим свои грехи. Знаем, что сами мы справиться со своими грехами не можем, что исцеляет только благодать. Только вот эти нетварные божественные энергии могут сделать из жадного добра, из пьяницы непьющего. У меня один дядечка знакомый 10 лет не пил, доработался до ордена Трудового Красного Знамени, стал обмывать в рюмочку, опустил запой, через два месяца умер. Вот что такое сам. Сила воли, можно себя в узел скрутить, но он оставался пьяницей. Господу нужно качество наших душ, чтобы оно поменялось с существующего. Для этого нам вот эти божественные нетварные энергии и нужны, для этого и нужна благодать. Плюс наша устремленность. Если мы начинаем видеть, что мы ничего не можем, что мы всюду проваливаемся, значит мы понимаем, что благодать нас не посещает, не приживается в нас. Вот я вчера причастился, а уже тысячу бур, дыр, 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 вот уже я пуст. Вот если я это понимаю, то потихонечку я начинаю смиряться. Что значит смиряться? То есть принимать себя такого, какой я есть, а не мечтать о том, что я какой-то там в храме стою, вот мне пошло, там мне... Это всё душевное. Я начинаю смиряться, и по мере смирения в меня, как в троллейбус. Человек один вышел, другой вошёл, приходит благодать. Вот в ту меру, в которую я понял, что я не могу ничего без Бога, в ту меру, в которую я понял, что даже святые тайны во мне не приживаются, что я через минуту уже опять тот же. Вот в ту меру благодать приходит, эти энергии, и меняют мою душу, качество моей души. Всё очень просто на самом деле. Вот что значит блаженны нищие духом. Блаженны те, кто поняли, что они греют.